Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». О главных событиях Чувашии расскажу вам я, Татьяна Трофимова, и корреспондента национального телевидения Чувашии. Смотрите выпуски. Тактика и стратегия. Комплексную программу развития Чувашии представили на заседании Высшего экономического совета. Курс на второй этап. Чувашия готовится снимать очередные ограничения. Золотая карта России. Картины из Чувашского государственного художественного музея представлены в Третьяковской галерее. Сегодня на заседании Высшего экономического совета Чувашской республики представлен итоговый вариант комплексной программы социально-экономического развития региона. Комплексная программа – это план действий по развитию республики на ближайшие пять лет. В документе сотни проектов и мероприятий, увязанных между собой по ресурсам, срокам, промежуточным и конечным результатам. Программа широко обсуждалась в экспертном сообществе. Свои предложения высказывали и жители. В течение пяти лет мы планируем, чтобы Чуваша стала и получила имидж экологически чистого, здорового региона. Это, конечно же, благоприятная экологическая обстановка, то, что мы с вами имеем, наш ресурс. В республике имеется развитая инфраструктура местных санаториев, отличные минеральные воды и грязи. Имеющаяся модель производственного процесса аграрного сектора позволяет производить экологически чистую продукцию сельского хозяйства и органические продукты питания в соответствии со стандартами, которые разрабатываются сегодня соответствующие президентам для создания российского зеленого бренда. Ключевая часть в промышленности – обрабатывающие предприятия. Они смогут разместиться в технопарках, территориях с льготными условиями ведения бизнеса. Таких планируют создать восемь. Сейчас в правительстве России рассматривают Новочебоксарск как претендент на статус территории опережающего социально-экономического развития. Мы в принципе в работе ожидаем определенной сложности с Минфином. Сегодня уже в ходе рабочего совещания этот момент проговаривали. Но могу точно заверить, что министерство своей стороны сделает все необходимое и внесет в правительство данный документ с тем, чтобы все-таки положительное решение по нему состоялось. Развитие экономики напрямую связано со сферой IT-технологий. Из показателей 71% жителей Чувашии получают госуслуги через интернет. За последние 30 дней открыто более 960 вакансий цифровой сферы. В программе зафиксированы так называемые «слепые зоны» – там, где нет связи на селе. Неравенство надо устранять. Республика заявилась и на получение федеральных субсидий. Процесс формирования всех субсидий продолжается. Мы сегодня ждем корректировки по школам, о доступности широкополосного интернета, по ФАПам, по объемам, которые еще можем показать. И, соответственно, подведем общую конструкцию. На следующий год республика может рассчитывать на эти субсидии. Они действительно очень важны. Ну и самое главное – не останавливаться на достигнутом. Программа содержит векторы направления для всех ключевых отраслей сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения. Всего шесть томов, включающих более 1400 проектов и мероприятий. Рассчитанные финансы, учтены более тысячи комментариев и пожеланий. Ознакомиться с программой можно на официальном сайте правительства Чувашии. Телевизионную версию заседания Высшего экономического совета можно будет посмотреть после выпуска новостей в 20.30 и на нашем YouTube-канале. Поддержка инновационных проектов и вопросы модернизации региона стали основными темами рабочей встречи в Рио главы республики Олега Николаева и заместителя министра промышленности и торговли России Алексея Беспрозванных. Стороны обсудили механизм реализации комплексной программы развития региона. Республика берет курс на более плотное взаимодействие с федеральным центром. Масштабные инвестиционные проекты улучшат предпринимательский климат. Появятся сотни новых рабочих мест. Регион показывает достаточно устойчивое положение с точки зрения промышленного производства, по сравнению с среднероссийским. Мы видим, что там еще больше ставят амбициозные задачи. Здесь, безусловно, нас только радует. И мы всегда готовы подставить плечо. Закрепили там порядка 3-4 проекта. Мы прям аккуратно закрепили за каждым из директоров репорталентов кислевых внутри министерства. Задача простая – повысить эффективность используемых средств, которые выделяются вместе. Большие дела сделаются легче и проще. Перспективы сотрудничества и новые проекты обсуждались и на встрече с представителями Промсвязьбанка. Промсвязьбанк работает в основном с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Таких в Чувашии более 200. Но сейчас финансовый институт готов расширить направление за счет строительства, поддержки малого бизнеса, развития высокотехнологичных производств. Мы будем предлагать руководству республики разрабатывать совместно ипотечные программы, которые будут поддерживать определенные группы населения, государственных служащих Чувашской республики, муниципальных служащих, учителей, врачей, отдельные сегменты социально незащищенных граждан. Мы договорились в ближайшее время выйти на подписание соглашения и выработать конкретное направление взаимодействия с банком, органом государственной власти Чувашской республики и тех предприятий, в том числе, которые работают в области оборонно-промышленного комплекса, с тем, чтобы прежде всего реализовать программы диверсификации. Вопросы реализации приоритетного инвестпроекта строительства тепличного комплекса «Новочубаксарский» временно исполняющий обязанности главы Чуваши Олег Николаев обсудил с генеральным директором агроменеджмента Дмитрием Туляковым. Сейчас инвестиционный проект строительства тепличного комплекса реализован на одну треть. За полгода с 10 гектаров собрано более 6 тысяч тонн овощей. На полную проектную мощность предприятие выйдет уже в третьем квартале. Но возникли проблемы со строительством дороги и системы водоснабжения. Подрядчик тормозит выполнение своих обязательств. Все вопросы разрешим уже в течение месяца. А то по дороге чуть-чуть сложнее. Идут судебные споры между подрядчиком и фондом промышленности Чувашской Республики. Поэтому поставлена задача четко взаимодействовать всем органам исполнительной власти Чувашской Республики и муниципальным образованием с тем, чтобы оценить текущее состояние, выработать четкий план действий и в кратчайшие сроки реализовать все те необходимые мероприятия с тем, чтобы дорога была построена. Современное производство дает работу жителям окрестных сел и деревень. Уже у нас на предприятии трудится более 300 человек в штате. И еще мы нанимаем разные задачи ПГПХ. Еще порядка 30-40 человек. Также к концу года мы уже приступили к набору людей для второй очереди. Соответственно, ориентировочно у нас еще будет где-то порядка набора 200 человек. То есть у нас в плане до конца года это 500-550 человек, как мы в общем-то и говорим. И нет никаких у нас сокращений. У нас нет никаких у нас уменьшений заработной платы. Чтобы сохранить в республике хороший инвестиционный климат, проблемные вопросы надо решать оперативно, считает Олег Николаев. Правительство готово этому способствовать. Возможность перехода Чувашии на второй этап снятия ограничений, работа муниципальных мобильных групп, сохранение масочного режима – основные темы оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Чувашии. Юлия Важенина подробнее. Ситуация еще считается сложной, но тем не менее показатели наши позволяют говорить о переходе на второй этап. Это главная новость заседания Оперштаба. По статистике за последние две недели среднесуточный показатель темпа прироста заболевших COVID-19 не превышает единицу. Процент коечного фонда равен 101,9, для перехода на второй этап достаточно 50%. Также необходимо охватить тестированием 90% из 100 тысяч населения. У нас этот показатель в норме. Продолжает функционировать обсерватор. На сегодня находятся там 14 человек. Продолжается работа по оснащению и медицинской организации, непосредственно медицинской работе по средствам медуальной защиты. Только вчера в республику поступило еще 29 аппаратов ИВЛ. На днях оборудование должны ввести в эксплуатацию. Сейчас Чувашия занимает 10 место среди субъектов ПФО по уровню заболеваемости коронавирусом. Ситуация сложнее в Мариэл, Мордовии, Ульяновской и Нижегородской областях. Всего же в республике в 14 муниципальных образований показатель превышает среднереспубликанский. Наибольшее количество инфицированных в возрастной группе 50-59 лет. Ядринский район стабильно находится в красной зоне. 20 мобильных групп проверяют соблюдение ограничительных мер в районе. Они проинспектировали более 550 объектов. Не выявлено ни одного нарушения. То есть мы понимаем, что это опять по-прежнему ситуация, что мобильные группы и результаты проверок, они все-таки существуют на бумаге. И я обращаю внимание, что Ядринский район стабильно находится в красной зоне. Но для примера хочу положительно привести в Мариэл. Вот у них работает 17 групп. Вот они, например, проверили на этой неделе 47 торговых объектов, 4 нарушения. У них самый высокий процент выявления нарушений в результате главной работы. Подняли вопрос об открытии санаториев с медицинской лицензией, но исключительно для реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, а также имеющих сопутствующие неинфекционные заболевания. В республике по-прежнему действует масочный режим, его никто не отменял. Поэтому при посещении магазинов, общепита и в местах массового нахождения людей надо носить маски. Это правило не изменится и с переходом на второй этап снятия ограничений. Направлено письмо в Роспотребнадзор для получения разрешения на переход ко второму этапу снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения корректа. При получении согласия Роспотребнадзора нами будет внесено предложение в адрес при углу Чувашской республики. Если республика все же перейдет на второй этап снятия ограничений, то заработают магазины площадью до 800 квадратных метров, но только с отдельным уличным входом для посетителей. При этом одновременно в помещении смогут находиться ограниченное количество лиц. Из расчета один человек на 4 квадратных метра. Это с учетом сотрудников. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. В правительстве новые назначения. Заместителем председателя кабинета министров Чуваши и исполняющим обязанности министра экономического развития и имущественных отношений стал 40-летний Дмитрий Краснов. Соответствующий указ подписал в Рио главы региона. Уроженец Чуваши Дмитрий Краснов в последнее время работал в Москве. Он был генеральным директором одной из страховых компаний. В этом году дошел до полуфинала в конкурсе управленцев лидера России, инициированного президентом страны. Сегодня последний день, когда кандидаты на должность главы Чуваши должны по закону предоставить документы в Центральную избирательную комиссию Республики. Выдвинутой партией пенсионеры России Николай Степанов предоставил 270 подписей муниципальных депутатов. Кандидат стал третьим, кто сдал документы для регистрации в Республиканский центр избирком. Он отметил, что собирать подписи было несложно, а на встречах в муниципалитетах местные депутаты задавали очень много вопросов. Людей в основном интересовало будущее развитие республики, особенно в районах сельской местности, где во многих местах отсутствует дорога, отсутствует вода. Я в своей программе показывал и обозначил четко будущее развитие села, его социальное развитие и все те моменты, которые людей интересовало. Многие вопросы, которые мы не знали, депутаты озвучивали, обозначивали и, естественно, в своей программе я это буду использовать. Николай Степанов также назвал фамилии тех, кого он видит в составе Совета Федерации от Чувашия. Это экс-глава Чебоксара Николай Емельянов, экс-министр внутренних дел Михаил Киселев и генерал-майор внутренней службы Владимир Ворожцов. Наши члены Совета Федерации, которых мы выбираем или назначаем, госсовет назначает, глава назначает, они не для того должны сидеть там, чтобы принимать только законы. Они в первую очередь должны защищать интересы республики. Они должны помочь республике ввести инвестиции. Кандидат намерен участвовать в дебатах, чтобы познакомиться с своей программой всех жителей Чувашии. Решение о регистрации ЦИК должен принять в течение 10 дней. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Юрий Марков, Республика. Сегодня же в ЦИК Чувашии предоставили документы еще два кандидата. Александр Андреев, выдвинутый КПРФ, и Константин Степанов от ЛДПР. Напомним, накануне в Центр-Избиркоме приняли подписи депутатов и сторонников Олега Николаева и Сергея Матвеева. Народные штабы Олега Николаева и волонтеры действуют в городах и районах республики. Продолжается и сбор подписей в поддержку кандидата. До выборов хочет узнать мнение жителей Чувашской республики. Поддерживают они его или нет. Поддерживает ли курс, который Олег Алексеевич определил для развития Чувашской республики на будущий пятилетний период. Мы должны людям рассказать о тех перспективах развития Чувашской республики. Это очень важно, чтобы сторонники поверили в будущее нашей Чувашии. Все вместе мы преодолели все эти сложности, которые есть в настоящее время у нас и двигались вперед. Очень важно, чтобы и волонтеры приходили в наш народный штаб, записывались в этот народный штаб, были волонтерами для того, чтобы максимально доводить правдивую информацию о существующих на сегодняшний день проектах, программах, которые по каждой отрасли очень серьезно имеют проработку. Вся программа взаимовязанная, поэтому очень много работы предстоит всем. Я надеюсь, что сторонники, которые уже сформировались у Олега Алексеевича и те люди, которые к нам еще примкнут, в обязательном порядке вместе мы будем реализовывать все те задуманные планы, которые наш кандидат озвучивает. В республике 109 мостов и 7 путепроводов на пересечении автомобильных дорог с железными. Часть из них обновят. Уже начаты проектные работы по трем объектам в рамках федеральной программы. Об этом и многом другом говорили на заседании коллегии Минтранса. Вопросы транспорта и дорожного хозяйства в числе приоритетных для правительства региона. Именно от их оперативного решения зависит во многом развитие экономики. К сожалению, в последние годы средства Дорожного фонда использовались не в полной силу. То есть у нас оставались остатки в бюджете Чувашской республики, то есть в Дорожном фонде Чувашской республики, что, конечно же, у населения вызывало недоумение. По мере продвижения всегда будут открываться новые возможности. И для того, чтобы оставаться на рынке, оставаться конкурентными, мы, конечно же, должны быть всегда готовы меняться. Так что Минтранс ставит глобальные задачи на ближайшую пятилетку. К примеру, в 2021 году хотят заняться реконструкцией мостов и путепроводов. Они сейчас в аварийном и предаварийном состоянии. Кроме того, планируется запустить программу по устранению грунтовых разрывов при строительстве внутрирайонных участков автомобильных дорог. Речь о дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения. По поручению в Рео главы Чуваши, Минтранс уже приступил к ликвидации такого разрыва между Марпасадским и Козловским районами. Сейчас работа на этапе проектирования. Также республика участвует в реализации федеральных проектов строительства высокоскрасных транспортных магистралей. Скоростная автомобильная дорога Москва-Нижний Новгород-Казань М-12 и железнодорожная магистраль Москва-Казань. Еще один приоритетный масштабный инвестиционный проект – это реконструкция аэровокзала. Примерная сумма вложений в данный проект около 500 миллионов рублей. На текущий момент проектно-смертная документация готова. Планируется, что осенью текущего года реконструкция аэровокзарного комплекса начнется. Говорили и о расширении рынка газомоторного топлива в республике. Чуваши – один из 21 регионов, которые вошли в эту программу. Пока у нас всего одна газонаполнительная компрессорная станция в Чебоксарах. В планах построить еще две. Также в этом году планируется обновить парк троллейбусов за счет субсидий из федерального бюджета. Пока есть договоренность на 68 новых троллейбусов. В связи с ограничительными мерами транспортная отрасль потеряла до 70% прибыли. Восстановление идет непросто. И здесь не лишней была бы помощь государства. Напомним, об этом говорил на одном из совещаний в июне в Рио главы республики. На возмещение этих убытков из республиканской казны выделено более 79 миллионов рублей. Пятилетняя комплексная программа развития республики позволит детально организовать работы на всех уровнях. Это будет способствовать привлечению федеральных ресурсов и частных инвестиций. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. На протяжении последних шести лет Чувашия сохраняет лидирующие позиции в стране по наименьшему количеству разводов. Этому способствует ряд проектов, направленных на укрепление института семьи. Один из них реализуется совместно с Республиканским союзом женщин. Цель проекта – научить молодые семьи правильно выстраивать отношения. Нюансов в совместной жизни немало. В них надо разбираться, чтобы не дойти до развода. При заключении брака молодожены одновременно получают приглашение на занятия с психологами. В связи с пандемией тренинги, лекции и семинары проводятся в онлайн-режиме. Партнером проекта стала Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции. Целью этого проекта было то, чтобы помочь семьям, которые уже, к сожалению, подали заявление о расторжении брака, все-таки сохранить семью. Семья бывает крепкой, если над отношениями работают оба супруга. Однако бывают такие ситуации, особенно среди молодых, когда проблему поможет решить только психолог. Он ведет пару с самого рождения семьи и уже примерно знает характер жены и мужа. Когда молодые люди приходят, они оставляют свои контакты. Я это делаю для чего? Чтобы отзвониться и узнать, союз до сих пор сохранен или нет. И когда я им звоню, например, через полгода, и они говорят, у нас все хорошо. Я правда очень радуюсь. Но я им говорю, если будут трудности, я всегда рядом. Не забывайте о том, что вас могут поддержать. Не торопитесь разводиться. Как результат работы, в прошлом году по итогам профилактических бесед с парами на грани развода, 44% пар отказались от развода. По итогам реализации проекта будет выпущен сборник лекций, который будет распространен между семьями, которые участвовали в проекте, и иными семьями, у которых также возникнут трудности в семейной жизни. Конкретные примеры решения проблем молодых семей помогут остальным избежать ошибок при выстраивании отношений. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика. В одном из залов Третьяковской галереи в инженерном корпусе продолжает работу выставка из фондов Чувашского государственного художественного музея. Напомним, она открылась в марте в рамках проекта «Золотая карта России». Но, к сожалению, практически сразу после этого галерея вынуждена была закрыть залы из-за пандемии. С начала июля Третьяковка вновь принимает зрителей. И наша экспозиция пользуется у них успехом. Уже на открытии выставки было понятно, что зрители восприняли ее как яркое событие в культурной жизни. Это неудивительно. Чувашский государственный художественный музей располагает богатой коллекцией русской живописи 18-20 веков. На экспозиции в Третьяковке представлены и Тропинин, и Крамской, и Перов, и Левитан, и многие другие мастера. Достойное место в этом ряду занимают и чувашские художники Кокель и Сверчков. И знакомство мы старались, всегда приезжая в регионы, в музеи, все-таки понять, были ли там художники, поскольку мы ограничены временем до начала 30-х годов, были ли там художники, которые обучались в Императорской академии художества. Если таковые там были, то и были их работы, то мы, конечно, всегда представляли их на выставке. Вот в данном случае два художника, один и вообще первый профессиональный художник чувашский. Это было не только важно отобрать на эту выставку, но и важно, наверное, для истории искусства чувашского. Проект «Золотая карта России» начался 20 с лишним лет назад, и за это время в Третьяковке прошли 38 выставок из разных регионов страны. Наша экспозиция посвящена столетию чувашской автономии и включает 76 произведений. Практически все они перед выставкой отреставрированы в мастерских центрах имени Грабаря в Москве, одеты в новые рамы. Из-за того, что Третьяковка закрывалась на время коронавирусного карантина, работу экспозиции Чувашского художественного музея продлили до 16 августа. Национальное первенство России по легкой атлетике пройдет в Смоленске, а не в Чебоксарах, как планировалось ранее. Такое решение принял Президиум Всероссийской Федерации легкой атлетики. Предполагается, что чемпионат пройдет с 8 по 11 сентября. Он будет 101 по счету. Кроме этого, в Чебоксарах в начале сентября должен был пройти чемпионат России по спортивной ходьбе. Президиум Федерации легкой атлетики также перенес его. Ходоки соберутся 5 и 6 сентября в городе Буйкостромской области. Причиной переноса стала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в регионе. Это главные новости пятницы. Хороших вам выходных. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Субтитры создавал DimaTorzok